Темой сегодняшнего урока будет простое настоящее время, present simple tense. Это наиболее употребимое время в английском языке. Итак, present simple tense, простое настоящее время, используется, во-первых, для выражения привычных действий. Возьмем примеры. Привычные действия. I go to work by car. Я езжу на работу на автомобиле. She smokes five cigarettes a day. Он выкуривает в день пять сигарет. I wash my hair twice a week. Я мою голову, волосы, два раза в неделю. То есть привычные действия – это такие действия, которые мы выполняем постоянно. То есть это привычка. То есть мы постоянно ходим на работу. Допустим, кто-то постоянно курит. Все мы моем волосы. И вот для отображения и высказывания таких действий мы как раз используем простое настоящее время. Дальше. Простое настоящее время также используется для того, чтобы выражать какие-то факты, высказывать факты. Допустим. The sun rises in the east. Солнце встает на востоке. Some birds fly south in winter. Некоторые птицы летают на юг зимой. My daughter has brown eyes. У моей дочери коричневые глаза. То есть, как видите, эти факты, эти предложения выражают какие-то определенные факты. То есть солнце всегда постоянно восходит на востоке. Некоторые птицы действительно постоянно улетают зимой на юг. У вашей дочери, естественно, глаза одного цвета. Поэтому, если мы скажем, my daughter has brown eyes, у моей дочери коричневые глаза, то этот факт будет всегда правдивым. Далее. Настоящее время также используется для того, чтобы выражать какие-то факты, которые имеют относительную постоянность. То есть, они остаются постоянными на протяжении длительного времени. Допустим, he works in a bank. Он работает в банке. I live in a flat near the center of town. Я живу в квартире рядом с центром города. I prefer coffee to tea. Я предпочитаю кофе, чаю. То есть, это какие-то факты, которые остаются постоянными на протяжении длительного времени. То есть, допустим, он работает в банке, но через год, через два, возможно, он сменит место работы. Я сейчас живу в городе, в центре, а, возможно, потом перееду. Я предпочитаю кофе, чаю, но, возможно, мои предпочтения изменятся. Итак, простое настоящее время, present simple tense, используется для отображения привычных действий, для выражения постоянных фактов, а также для тех фактов, которые остаются постоянными довольно-таки длительное время. Итак, сейчас мы перейдем к рассмотрению того, каким же образом настоящее время формируется. Но прежде еще одно отступление. В английском языке, в отличие от русского, существует строгая форма предложений. То есть, предложения формируются строго определенным образом. Всегда сначала идет подлежащее, потом сказуемое. Во всех предложениях сначала идет подлежащее, потом сказуемое. Вот мы видим на примерах. He smokes, он курит, подлежащее. Он smokes, сказуемое, курит. I wash, подлежащее. I wash, мою волосы. I wash my hair twice a week. Опять, сначала идет подлежащее, потом сказуемое. И это остается постоянно. The sun rises in the east. The sun, подлежащее солнце, встает, глагол, сказуемое, на втором месте. Также далее. Some birds fly south in winter. Некоторые птицы, подлежащее, летят, сказуемое. My daughter has brown eyes. У моей дочери коричневые глаза. Опять же, my daughter, подлежащее, она обладает, имеет, сказуемое. He works in a bank. Он, подлежащее, works, сказуемое. Как видите, во всех примерах, на первом месте у нас стоит подлежащее, и уже после идет сказуемое. Такой порядок слов в английском языке является постоянным, и его менять нельзя. Вот на этом отступлении мы закончим, и перейдем непосредственно к изучению того, как же формируется Present Simple Tense, настоящее простое время. На самом деле, настоящее простое время формируется, опять же, очень просто. Мы прибавляем окончание s, либо es к основной форме глагола, если имеем дело с третьим лицом, единственным числом, то есть он, она, оно. Но, как видите, в других лицах, I, we, you, they, ничего не останавливается, и мы просто имеем основную форму глагола learn. I learn English. Я изучаю английский. We learn English. Мы изучаем английский. You learn English. Ты или вы изучаете английский. They learn English. Они изучают английский. He learns English. She learns English. It learns English. Он изучает английский. Она изучает английский. Ну и чисто так, для примера, оно изучает английский. То есть видим, третье лицо, единственное число. У нас к глаголу к основной форме добавилось s. А теперь подумаем, что же такое основная форма глагола. Как все вы знаете, существует инфинитив глагола, то есть глагол, отвечающий на вопрос, что делать. В русском языке инфинитив оканчивается на т с мягким знаком. Бегать, прыгать, стрелять, есть. В английском языке признак инфинитива – это частица to. To learn – изучать. To work – работать. To buy – покупать. To earn – зарабатывать. Везде мы видим у инфинитива частицу to. В словаре же у нас даны формы глаголов инфинитивы, но без частицы to. То есть learn, work, buy, earn. Именно к этим формам глагола мы прибавляем в present simple окончание s, либо es. То есть все просто. Имеем третье лицо, единственное число. Оно может быть подлежащее выраженным местоимениям he, she, it. Либо просто существительным. Допустим, he learns English. Он изучает английский язык, подлежащее выраженным местоимениям he. Также может быть a student learns English. Студент изучает английский. Студент – он. Соответственно, это третье лицо, единственное число. Существует определенное правило. Каким же образом мы добавляем окончание s, либо es к основной форме глагола. И эти правила мы сейчас с вами узнаем. Итак, вот наша таблица. Внизу, в скобочках, я везде написал инфинитивы глаголов. Как видите. Окончание, добавляемое, выделено красным цветом. А теперь мы разберем правило. Итак, основное правило, это звучит так. В третьем лице, единственном числе, мы добавляем окончание s к глаголу. Wants, eats, helps, drives, sleeps. То есть оканчивается на согласную глагол и просто добавляем s. Все очень просто. Если глагол в нашем случае оканчивается на двойное s, либо sh, либо ch, либо x, либо o, мы добавляем es. To kiss, целовать, kisses. To wash, мыть, washes. To watch, наблюдать, watches. To fix, ремонтировать, исправлять. Fixes. To go, goes. To do, does. Ну, глагол to do мы уже с вами знаем. Вот как раз present simple, его форма в третьем лице, единственном числе, does. Далее. Если глагол у нас заканчивается на гласную, плюс y. To buy, to say, to play, to enjoy. Покупать. To say, говорить. To play, играть. To enjoy, наслаждаться. Везде мы видим гласное, плюс y. Итак, в этом случае у нас добавляется просто s. Buys, says, plays, enjoys. Если у нас глагол оканчивается на согласную, плюс y. В данном случае немножко другая форма. И мы видим i, e, s. To carry, carries. To fly, flies. To worry, worries. To try, tries. На самом деле, сначала оказывается, что довольно-таки сложно все эти правила запомнить. Вот это правило, на что оканчивается глагол, какие окончания добавляются. На самом деле, это всего лишь дело опыта. То есть, со временем вы все эти глаголы выучите и спокойно уже будете знать, где и какое окончание добавить. То есть, это просто дело практики. Теперь далее мы поговорим с вами о том, о наречиях чистоты. То есть, в present simple tense, в настоящем простом времени, зачастую используется определенное наречие, которое и показывает, что данное время является простым настоящим. И эти наречия чистоты, как они так называются, вот мы их перечислим. Never, rarely, seldom. Not often. Sometimes. Often. Usually. Always. Как видите, наречия изменяются от того момента, когда вы никогда чем-то не занимаетесь, до того момента, когда вы чем-то занимаетесь постоянно. То есть, частота 100% либо 0. Итак, never. Никогда. Rarely, seldom. Редко. Not often. Нечасто. Sometimes. Иногда. Often. Часто. Usually. Обычно. Always. Всегда. Как видите, вот эти несколько наречий, которые вам стоит запомнить. И они очень часто применяются в английском языке в тот момент, когда мы говорим о чем-то в настоящем простом времени. Present simple tense. И вот эти наречия. Эти наречия, как и все в английском языке, помещаются в определенное место в предложении. И сейчас мы узнаем, куда же эти наречия можно вставить. Итак, все эти наречия вставляются перед основным глаголом. Как мы с вами помним, основным глаголом является глагол, который несет в себе какой-то смысл и определяет какое-то конкретное действие. Ну вот, возьмем несколько примеров. Обычно я ложусь спать в 11 часов. I usually go. Вот основной глагол наш. Сейчас я его подчеркну, чтобы вам было лучше видно. Итак, вот основной глагол. И вот наречия чистоты перед ним. I usually go. I often go swimming. Я часто купаюсь. Опять же. Глагол основной и перед ним наречия чистоты. She never eats meat. Она подлежащая. It's – сказуемый глагол. Опять же, глагол у нас основной, поэтому she never eats meat. Наречия чистоты стоит перед ним. I rarely see Peter these days. Я редко вижу Петю в эти дни. Опять же, to see – глагол у нас основной. Видеть имеет определенный смысл. И поэтому наречия чистоты стоит перед ним. I rarely see Peter. Далее. Если у нас глагол не основной, а допустим, вспомогательный. Вспоминаем, какие у нас вспомогательные глаголы. Это to do, be, have. Быть, делать, иметь. Итак, тогда у нас наречия чистоты идет после вспомогательного глагола. He is never late for school. Он никогда не опаздывает в школу. Вспомогательный глагол. He is never. Наречия чистоты. He – подлежащая. Is – сказуемая. Опять последовательность слов предложения, во-первых. А во-вторых, наречия чистоты после вспомогательного глагола. I am usually in a hurry in the morning. Обычно я по утрам спешу. Опять же, I am. Я – подлежащая. I am – сказуемая, выраженная глаголом вспомогательным. I am usually. Соответственно, наречия чистоты после него. Итак, после вспомогательных глаголов и перед основными. Дальше. Некоторые наречия у нас могут идти не только в этих позициях, но и в других. Допустим, либо в начале предложения, либо в конце. Но возьмем, опять же, несколько примеров, рассмотрим. Вот наши примеры. Sometimes we play cards. We play cards sometimes. Итак, sometimes – иногда. Иногда мы играем в карты. Мы иногда играем в карты. Иногда. Как видите, это наречие чистоты может появиться либо в начале, в самом предложении, либо в конце предложения. То же самое с наречием usually. Usually I go shopping with friends. I go shopping with friends usually. Обычно я хожу по магазинам с друзьями. Я хожу по магазинам обычно с друзьями. Итак, вот эти два наречия, именно sometimes и usually, могут появляться как в начале, так и в конце предложения. То есть, никакие другие наречия этого делать не могут. Sometimes или usually. Иногда, либо обычно. Но это еще не все наречия. Еще существуют наречия everyday. И его производная everyday, every night, every morning. То есть, каждый день, каждую ночь, каждое утро. И вот это наречие всегда обязательно появляется только в конце предложения. He calls me everyday. Он звонит мне каждый день. Итак, производная everyday. Everyday – каждый день. Every night. И так далее. Every morning – каждое утро. Every year – каждый год. Наречие частотности every. С производными. Всегда в конце. He calls me everyday.